Сейчас я расскажу о варианте завершения Потлача. Начнется это в Твери, скорее всего, и будет выглядеть в форме аварийного выведения из эксплуатации всей системы теплоснабжения города. Для начала, чтобы понять, почему это произойдет именно в Твери и как это будет происходить, надо сначала пояснить в общих чертах, описать систему организации теплоснабжения российских городов. Но начнем с очевидного. Мы где-то живем. Здесь живем не только мы, наши соседи. И есть источники теплоэнергии на некотором удалении. Вот у Игоря это вид 2. Градирни, трубы. И каким-то образом тепло от источника доставляется потребителям тепла. Значит, происходит это следующим образом. По прямому трубопроводу тепло попадает потребителям, а по обратному теплоноситель возвращается на источник. Внутри домов у нас установлены теплообменники, которые отдают тепло, и теплоноситель, отдавший свое тепло, возвращается на источник. Ну и здесь далее опять теплоноситель нагревается, и так все это по кругу и происходит. Значит, теперь два графика, только совсем несложных. Значит, первое, это пизометрический график, так называемый. Видите, автомат это что? Просто это обычные батареи центрального отопления, да? Да, обычные батареи центрального отопления. Вот это имеется в виду, да. Вот, и, значит, первое, что надо понять, пизометрический график. Значит, по Y у нас давление. Всегда путаюсь, где ордината и где абсцисса. Ну, поэтому вот так вот. Значит, не по Y, по Y, да, давление. То есть, по M. По X у нас удаленность от источника тепла. Нулевой точкой признается начало. Начало пути теплоносителя от источника. А последней точкой – это последний потребитель, подключенный к данному источнику тепла. А, значит, а пизометрический график из себя представляет… Это график зависимости давления в прямом трубопроводе, на источнике он максимален, и по мере удаления… Это не той же температурой. А? Это не температура. Изометрический. Это давление. Изометрический. Изометрический. Если это одно и то же давление, то… Нет, он называется пизометрический в литературе. Ну, то есть, температура одна и та же. А? При одной и той же температуре будет такой давление. Ну, температура, скажите, меняется. Да. Значит, он… Давление снижается по мере удаления от источника и по мере приближения к концевым участкам. На прямой. Вот, а на обратке происходит все наоборот. Ну, вот. Вот таким вот образом… Ну, это происходит только, когда циркуляция есть. Ну, очевидно, там, на ламинарный поток, слои ближе всего, слои жидкости ближе всего к поверхности трубы и трубцы в них. Вот, и поэтому давление падает. Ну, и, соответственно, здесь у нас перепады для каждого свои индивидуальные. Вот, и минимум возможный, на котором только будет еще поработать циркуляция на концевых участках, на употребителе на концевых участках, составляет 0,6 атмосферы. Вот, в большинстве городов Российской Федерации принято так называемое качественное регулирование параметров теплоснабжения. То есть, очевидно, что для того, чтобы, так как поверхность теплоотдачи установлена в каждой квартире теплообменных устройств, то есть попросту батареи, она постоянная, а температура наружного воздуха меняется в широких пределах, то необходимо каким-либо образом или, тут два варианта существуют, или увеличивать объем перекачиваемый через данный теплообменный прибор количество теплоносителя, или при неизменном давлении менять температуру этого теплоносителя. Ну и таким образом, что в одном, что в другом случае, количество тепла, передаваемого от источника к потребителю, будет изменяться. В Москве, насколько я знаю, принято количество регулирования, то есть у них меняется давление напрямую. То есть стало холоднее, повышается, стало потеплело на улице, понижается давление. Вот, и таким образом, благодаря этому, мы имеем, можно сейчас уже вводить, температурный график, как второй, важнейший. Так, слишком я тут размахнулся. А что в Твери? В Твери качественное регулирование. И в большинстве российских городов, за исключением Москвы, в том числе, насколько я знаю, и в Петербурге. Вот я сюда поближе эти домики нарисую. Чтоб оставалось, чтобы одновременно два графика, сейчас второй еще нарисую, были здесь представлены. Значит, прямая, обратная. И вот здесь вот прямая. А пока рисуете, а что нету разве что и давление, и температура регулировать? Нет. Такого нет, что ли? Да, или количество регулирования, или качественное, других вариантов нету. А каким образом можно регулировать только по одному параметру? Отключение-то. Ну, то, какого... Вот, и далее. Значит, задача регулирования в чем состоит? Значит, имеем температуру наружного воздуха. У нас в Твери включается отопление при... При плюс восьми, да. Если трое суток, по-моему, плюс восемь, средняя температура была. Вот, вот здесь вот у нас ноль будет. Ноль градусов. Это температура наружного воздуха. Вот. Ну, и здесь может быть, в принципе, и... Давайте до минус тридцати. Вот. Задача регулирования стоит в том, чтобы температуру... в местах разбора тепла поддерживать на фиксированном уровне. Так, вот положено по сливам, там, по-моему, 18 градусов. То есть, во всем диапазоне изменения температур наружного воздуха, температура в жилых помещениях должна быть неизменной. Вот. Тут плюс восемнадцать. Ну, и здесь тоже ноль. Вот. Каким образом это осуществляется при качественном регулировании? То есть, при неизменности разницы давлений между прямым и обратным на источнике. Изменением температуры теплоносителя. Вот она вот так, вот таким вот образом, она у нас меняется. Вот так вот. Ну, вот, как и у нас в Твире был принят во время при проектировании системы отопления города Твири, был принят температурный график 130 на 70. Что это он из себя представляет? Это значит, при минимальной температуре наружного воздуха температура теплоносителя должна была быть плюс 130 градусов, ну, а при минимальной, соответственно, 70. Ну, чем холоднее на улице, тем выше температура теплоносителя. По мере повышения температуры наружного воздуха, температура теплоносителя в системе теплоснабжения снижается. Благодаря этому мы имели стабильную температуру в жилых помещениях. Три. Ну, вот, теперь. Скажите, мы не содержат. Это уже пар. Для давления? По-другому давление. Такое большое давление должно быть? А оно небольшое. Там у нас было 8,5 метров прямой, если дойдем до цифр. И пол атмосферы у нас на обратке, на источнике. Вот так вот было. Ну, понятно, что здесь плюс один еще, это давление атмосферное. Это первое. Второе, почему линейный график? Вообще говоря, теплоотдача, она квадратична. Это не отдача. Ну, я понимаю, что не отдача. Так, в учебниках рисуется линейный график. Я здесь то же самое делаю. Причем учебники по теплотехнике рисовали евреи. А им русские доверяют безгранично. И поэтому я воспроизвожу то, что увидел в учебниках по теплотехнике. Ну, значит, недостатки этого принятого в большинстве городов Российской Федерации количественного регулирования. Значит, как, ну это физика, по-моему, 7-й или 8-й класс. При нагревании некоторого протяженного... Участка металла, он расширяется. Участка металла, да, он расширяется. Причем, вот, Игорь выполнил расчеты, при повышении температуры участка трубопровода длиной 100 метров на 10 градусов, его длина возрастает на 12 миллиметров. Здесь мы имеем, ну, от 70 до 130 мы имеем дельту, 60 градусов Цельсия. О, 60 градусов Цельсия, соответственно, на каждые 10-12 миллиметров. Вот, и таким образом дельту у нас будет на 100 метрах. Ни много ни мало, 72 миллиметра. Что-то много, Боже. Ну, это вот наука донесла. Ну, вот, берега... Смедают, конечно, вот этими зигзагами, которые... Да, это называется... Да, да, да. Но этого мало. Ну, давайте вот бокс снимать уже стираем. Ну, не так много, 7 сантиметров вообще. Ну, 7 сантиметров, но вы, наверное, видели эффекты, если... Я почитатель творчества программы НТВ «Чрезвычайное происшествие». Там регулярно, там, кто в Красноярске тут недавно наехал, наехала маршрутка на тепловую камеру, выбила крышку и... Там потоком воды горячей. Много людей покалечилось, попали в больницу, некоторые в реанимации. Но вот регулярно происходят разрывы. И вот именно из-за этого, из-за теплового расширения металла. Здесь, наверное, больше влияние не длину расширения, а сама труба, она тоже чуть-чуть варьируется по диаметру. И швы разрушаются быстрее, наверное, чем... Да, да, ну, все правильно, да. То есть, для того, чтобы... Здесь, смотрите, вот труба идет, магистральная, от нее отводы в сторону, да, куда-нибудь ушел отвод. Вот он, сверху. Вот, если, допустим, у нас, смотрите, вот здесь вот от станции, здесь зафиксировано на стенке станции, да, начался и на некоторой дистанции, вот на этой, ну, вернее, на всей, значит, повысилась температура теплоносителя. Если не предпринимать специальных мер, то у нас эта труба уедет, вот, здесь это как-то зафиксировано. Ну, то есть, она вот так вот повернется просто. Вот так вот. И здесь произойдет отрыв. Представляете, да? Ну, вот. Вот смещение тут 72 миллиметров этих достаточно для того, чтобы отрвало трубу. Собственно, поэтому и в Ютубе много роликов, когда из, значит, тепловой камеры вышибает люк, вот, и, там, 30-40 метров поток кипятка. Бьет в небо. Но, значит, если не предпринимается специальных мер, то при первом же повышении температуры теплоносителя вся сеть будет разрушена. Какие меры предпринимаются для того, чтобы этого избежать? Значит, тепловая камера – это сложное инженерное устройство, представляющее из себя две боковые стенки. Вот таким вот образом. И они жестко связаны с дном. И тепловая камера зафиксирована внутри, зафиксирована в земле жестко и неподвижно. В нее входит труба и выходит труба. Магистральная, да? Магистральная, да. Да, магистральная, разводящая, любая. Вот. Да. Ну, а здесь, соответственно, отводы у нас уходит куда-то в сторону. Ну, здесь перекрытие и люк. Ну, вот. Для того, чтобы, значит, трубу эту надо фиксировать. В каждой тепловой камере она фиксируется на так называемой неподвижной опоре. Эта неподвижная опора служит как раз вот эти вот боковые стены, очень мощные камеры. К трубе приваривается вот здесь шовчик, здесь металлическое кольцо. И вот здесь вот, вот так вот. Причем с двух сторон. Вот такова конструкция схематичная, неподвижные опоры. Вот здесь мы имеем то же самое. Благодаря такой конструкции исключается возможность осевого смещения трубопровода в месте контакта, в месте приварки отводов разводящих. Вот. И здесь дальше точно такая же камера, там точно такие же конструкции неподвижных опор. Но труба между двумя камерами, если еще одной меры не предпринять, она будет испытывать очень большие знакопеременные нагрузки, сжатия и растяжения. Вот. Для того, чтобы, вот, как бы, замечено было, значит, П-образные компенсаторы, но они используют только на, при поверхностной укладке. Магистрали, по крайней мере. Для магистральных трубопроводов, проложенных под поверхностью улиц российских городов, предусмотрены так компенсаторы сальниковые. То есть это, по сути, труба в трубе. И осевой подшипник. Не радиальный, а осевой. То есть, значит, труба из одной выходит. Ну, подробности очень важны. Чтобы понять, что там происходит. Ну, вот. И сюда вот набивается сальниковая набивка. И подтягивается, здесь ограничивается. Вот. И здесь она подтягивается. И труба изменяется. Она то туда, то сюда ходит. И все так было хорошо, пока была у нас советская власть. Все это работало. Сальниковые компенсаторы регулярно обслуживались. Сальниковые компенсаторы регулярно обслуживались. При их выходе из строя они заменялись. И с момента перехода на рынок и экономии всех, каких только можно, затрат. Значит, первое, что сделали новые собственники, владельцы теплоэнергетических объектов российских городов, прекратили сразу же, мгновенно, обслуживание этих сальниковых компенсаторов. И так, значит, и никаких последствий не было на протяжении, ну, по сути, 20 лет. Вот. Никто, заметно этого не было. Какое-то время они работали, и потом в итоге их, они были, их заклинило. Сейчас, последовательно, в каждом городе Российской Федерации, вернее, исключение, происходит прекращение работы. Сальниковые компенсаторы, вернее, как нельзя рассказать, прекращение. Сальниковые компенсаторы предстают выполнять свою функцию. И таким образом, вот опять, значит, сейчас я две тепловые камеры нарисую. При заклиненном сальниковом компенсаторе и зафиксированных на мертвых опорах участках входных и выходных трубопроводов камеры, эта труба с заклиненным сальниковым компенсатором становится, и она начинает работать уже на увеличении и сокращении диаметра. Ну, то есть, беспрерывно, сейчас так получается. На сменание, да, на сменание, да, на смятие. Вот. Также за это время работы, объем работ по перекладке теплосетей сократился, ну, по крайней мере, в 10 раз. Если у нас в Твери надо было перекладывать порядка 30 километров в год, перекладывали, ну, доходило даже до одного, ну, бывало и 3 километра в год перекладывали, и 2, и лишь последние 2 года у нас переложили 12 километров летом 2012 года, и 6 километров летом 2013 года. При необходимых 30, это, соответственно, минус 18, вот, и минус 24. Также нарастало количество разрывов в единой теплосети нашего города протяженностью общей 600 километров. Для 91-го года количество разрывов на теплосетях города было равно, ну, от 20 до 30. Далее, 2006-й год. 2006-й год у нас было 65 разрывов. То есть, представляете, да, прошло 15 лет, и прирост всего лишь, ну, чуть побольше, чем в 2 раза, да. Теперь дальше динамику смотрим. Тут давайте сотру, потому что это важно все. То есть, разрыв получился на каждом 50-м километре, да, на каждом 9-м? Когда? Ну, 65, если пришли. На каждом 2-м, да. Вот, давайте, 91-й год. 20-30 разрывов. 20-30 разрывов. 2006-й год. 65 разрывов. 2008-й. Уже 145 разрывов. 2010-й. 2010-й. Значит, 600 разрывов. Вот именно так. Такова динамика. И, значит, на 2011-12 отопительный период было у нас 1120 разрывов. Вот если бы слесарям 91-го года сказали, что когда-нибудь у нас в городе будет столько разрывов, они, наверное, предположили, что город бы весь вылетел сразу. Прекратилось бы вообще теплоснабжение. Ну, тем не менее, все работало. Так он нажил много приказ, чтобы это дело освоить? Золотать все эти разрывы? Ну, там не совсем так. В СССР было развитие системы теплоснабжения. И бригады, которые эксплуатировали систему теплоснабжения, они участвовали в том числе и в прокладке новых. Ну, вот, новое все прекратили. Вот. И, по сути, вот, наверное, пока у нас был белоусов, пока не умер в 99-м году, что-то делалось. А с 2009-го года вообще ничего не делали. Но, это, значит, смотрите, это 2011-й год. То есть, явно видно выход на экспоненту, и вот что важно, замечено было, что тут как, 9, да? Где на каждые 9 километров один разрыв. Эмпирических, значит, теории устойчивости системы теплоснабжения не существует. Существуют лишь некие эмпирические данные и предположения. Вот была авария 1984-го года в Челябинске, когда 40% жилого фонда осталось без отопления. Была авария на юго-востоке Украины. В 2006-м году в городе Алчевске. Там на 70 тысяч человек остались без отопления. И вот на основании этих... этой статистики... А, ну еще и наши друзья в Казахстане и Узбекистане, как только русские уехали, они там буквально за год, за два вывели из эксплуатации аварийно все свои системы отопления. Там тоже какая-то статистика набралась. Ну вот. И принято считать, что при количестве разрывов, превышающих за отопительный сезон три разрыва на один километр в сети, избежать коллапса системы теплоснабжения становится невозможно. На... Значит, и, соответственно, на отопительный период 12-13-го года при общей протяженности системы теплоснабжения города Твери 600 километров на 12-13-й год выходило как раз на цифру 1800. Вот. И что мы? Но вдруг пережили мы благополучно этот 12-13-й год. По его истечении наши теплоснабжающие монополии отчитались и сообщили Значит, за отопительный период 2012-13-го года у нас было 800 разрывов и сейчас вот данные последние отопительный период 2013-14-го года там, по-моему, около 740. Так какая вероятность, что эти разрывы действительно были? Они были своими едиными на несуществующих разрывах? Не существовали? Все нормально существовали. Существовали, да. Все в таком количестве? Ну, тут фотографии если бы у вас вставят. Под 3 разрыва в день? Да. Ежесуточно в течение года? Не, ну это если зимой. Зимой у нас там 200 с чем-то дней всего. Это 6 это сколько получается? 6 разрывов. В день. Каждый день. Каждый день. Да нет, знаете, статистика, что-то какие-то цифры? Какие цифры? Ну, можете посмотреть там это Тверское информационное агентство и Тверь Теплоп поисковую фразу и там у вас все это выдаст. И посмотреть-то мы можем мы и слышим, что вы говорите, но просто насколько достоверность этих цифр? Ну, достоверность. Я работал, я был мастером участка теплосетей. Вот. Я это знаю. По крайней мере, до 2009 года, ну и дальше что-то. Бедно все. Просто возникает сразу законный вопрос, или вы дальше ответите, в чем разница между 11 и 12 годами? Почему, значит, 50-процентное падение? Ну, не 50, меньше. Почему? Вот это самое важное. Значит, пояснял я вам здесь, труба между камерами, будучи зафиксированной, при прекращении функционирования сальникового компенсатора испытывает колоссальные нагрузки сжатия растяжения знакопеременной при изменении температур теплоносителя. У нас же идет множество переходов через ноль температура наружного воздуха на протяжении всего отопительного периода. И бывает там до 50 этих переходов через ноль и, соответственно, колеваний за год изменений знака с растяжения на сжатие. Причем, значит, что интересно, если бы все было как, если бы тенденции 11-12 года продолжились в 12-13 году, то мы, достигло бы 1800 разрывов, что бы мы получили? Какого была бы, каков был бы сценарий аварийного выведения из эксплуатации всей системы теплоснабжения города Твери? Значит, вот смотрите, тут надо приложить усердие и попытаться вообразить себе. Значит, тепловые камеры, соответственно, мертвые опоры, неподвижные опоры, они зафиксированы. Расстояние между ними неизменное. Вот трубе температура теплоносителя постоянно меняется. Вот давайте рассмотрим вариант, когда она повышается. При неизменном расстоянии между неподвижными опорами труба испытывает сжатие свойственное металлу трубопроводов, то есть стали. Щелевая и точечная коррозия, практически вся коррозия это электрохимический процесс на несплошностях материала стальных труб, то есть где-то больше серы, где-то марганца, там вселена, еще чего-нибудь, причем много не надо. Возникает гальваническая пара, ну и там микровольты, разница потенциалов, но под большим давлением на протяжении длительного времени и при повышенной температуре. Сплошная коррозия, практически никогда ее не бывает в материале труб, а бывают или точки, да, и они очень быстро нарастают, вот, или точки, точная коррозия, или щелевая. И смотрите, как только температура теплоносителя резко повышается, участок трубопровода, зафиксированный на мертвых опорах между двумя тепловыми камерами, испытывает сжатие. И все эти очаги точной щелевой коррозии и, соответственно, разрывы, то есть места утечек теплоносителя, резко выбираются. и, как думают многие, предполагают, что при очень низкой температуре вероятность возникновения крупных аварий возрастает. Тут совсем обратная зависимость. Как только резко снижается температура, да или вообще просто снижается, наружного воздуха, на источнике повышается температура теплоносителя, бригадам-аварийщикам становится делать нечего. Ну вот, все разрывы мелкие, там, они исчезают резко. Вот. И вот это важно для понимания с возможного в 12-13 году сценария выведения из эксплуатации системы теплоснабжения города Твери. Но, как только температура повышается, соответственно, снижают температуру теплоносителя на источнике. И мы уже видим обратный процесс. Зафиксированная между тепловыми камерами участок трубопровода, на котором не работает сальниковый компенсатор, испытывает напряжение разрыва. И наличившие там зачеканенные при высокой температуре теплоносителя дыры, они, во-первых, они возвращаются к исходному положению, а зачеканенные края при растяжении делают их еще большими. Вот. И вот тогда-то наступают веселые денечки как раз у аварийщиков и вообще у эксплуатацион и аварийщиков. там люди с утра до ночи бегают и устраняют места разрывов. Если бы это произошло, вот если бы это так все и было, до 12-го года, если бы произошло аварийное выведение из эксплуатации системы теплоснабжения города Твери, оно прошло бы в довольно щадящих и комфортных условиях. То есть при температуре наружного воздуха 0 плюс 2 а может быть и плюс 8 но ни в коем случае оно не могло произойти при минус 30 при минус 30 система теплоснабжения Твери была герметичная и ничего произойти не могло. Таким образом время необходимое для принятия решения о ну по крайней мере лежачих больных из квартир надо эвакуировать умалишенных престарелых ну а как иначе это наши сограждане места обогрева то есть на это время было на принятие решения о введении какого-либо плана работы с населением замерзающим было бы ну по крайней мере 48 часов по снипам при минус 30 наши дома должны остывать остывать двое суток вот то есть как у федеральной власти так и у региональной власти было время не менее 48 часов то есть в принципе достаточно значит что сделали ну я так полагаю это так сначала что сделали а потом квалификацию да что было сделано в 2012 2013 году это было сделано сознательно намеренно тут очевидно значит что надо сделать чтобы трубы с переставшими работать сальниковыми компенсаторами перестали испытывать знакопеременные нагрузки сжатия растяжения помаленечку наклонять температурный температурный график вот и стали кстати делать уже давным давно 130 на 70 у нас не было никогда даже в 70-е годы у нас было температурный график 110 на 70 по крайней мере 2008 год у нас температурный график был уже запроект 90 на 70 и начиная с 2003 от 12 с отопительного сезона 2012 2013 год энергетический монополист ТК-2 сначала сократил этот угол наклона ну а в 2013-14 году он его полностью убрал значит давление повысили а? давление давление никак не изменилось оно осталось прежним значит какие эффекты мы имеем при то есть по сути по сути у нас ни качественного регулирования ни количественного не стало график температуры зависимость температуры наружного воздуха вернее зависимость температуры внутри помещения от температуры наружного воздуха стал вот таким вот не так стало очень жарко Ну здесь 70, ну до 70 в общем не дойдет Вот, вот такой вот он стал Я очень плохо рисую Ну, очевидно, да, вещи? То есть у нас стало, когда холодно На улице, холодно в домах При повышении температуры наружного воздуха В домах стало жарко Попросту, но я у себя окна открывал Не форточки, а окна И, значит, в 13-м году Ну это помаленечку происходило Вот так вот все, снижение угла наклона этого графика Ну вот, и в 13-м, 14-м году А, в 13-м году А, здесь очевидны 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 потери Поставщика ТГК-теплоносителя То есть ТГК-2 Энергетического монополиста Для того, чтобы избежать Приближения количества разрывов К граничной предельной величине 1800 разрывов в год Они убрали полностью качественное регулирование И выровняли температурный график Ну а за счет того, что у нас была теплая зима Там, по-моему, только две недели было холодов У них появился огромный расход газа И их деятельность На территории Твери Стала, ну попросту, сверхубыточной То есть, понятно, если бы они Продолжали Придерживаться Температурного графика Они бы разнесли к черту Всю систему отопления Как только они прекратили качественное регулирование Они стали нести большие потери А почему стали нести Приложили их на потребительность? Ну это невозможно Почему они не взяты? Какой переток-то? Они не реток-то? Они температуру уменьшили так Они не температуру уменьшили Я здесь У вас зовут ТСЖ Вот эту точку Вот эту точку перелома Я, может, здесь неправильно нарисовал То есть, это Центр вращения этого графика Он, скорее всего, вот такой вот был Вот То есть, вот пришли вот к этому То есть, зафигачили Тут был, наверное, 80% Почему предпотребители-то тратят по... Ну не совсем это так В каждом регионе есть региональная энергетическая комиссия Вот, которая должна устанавливать Предельный размер прироста тарифа Он составляет по требованию федерального законодательства Не более чем Уровень инфляции текущего года Вот А цены на эфирно-носители у нас повышаются Вот, а разницу между, вот, допустим, там 12% прироста Инфляции И, соответственно, тарифа И, ну, по-моему, в том году у нас 12% было За это ругали многих региональных руководителей У нас 3, по-моему, 12% был прирост Тарифа по поставке теплоэнергии И, допустим, этот газ, он там мог вырасти, не знаю, на 30% Вот эти 30 минус 12, 18% должен погашать региональный бюджет Потребители этого не почувствовали все равно Это почувствует региональный бюджет Вот, и, собственно, из-за этого Медведев от во всех регионах Сейчас Медведев недавно 100 миллиардов дал региональным бюджетам А всего этих долгов, вот именно, ну, в большой части Именно из-за этого, из-за этой вилки Общий объем составил 600 миллиардов рублей Вот 100 миллиардов сейчас Медведев поддал региональным бюджетам Вот именно вот на этот, на регуляцию вот этого вот разрыва То есть не потребители за это платили, а региональный бюджет Но у нас долги регионального бюджета перед Газпромом Там около 8 миллиардов рублей, по-моему Вот, и, ну, какая радость этому Газпрому И иметь дебюторку на 8 миллиардов Бабки нужны, бабок нету Ну и вот, ну да, дальше продолжим Тут главное не это Главное, значит, и 18 декабря 2013 года Глава, генеральный директор ТГК-2 По-моему, Козлов или Королев, Накэр Он заявил о том, что ТГК-2 прекращает свою работу в Твери Вот, и передает безвозмездно все объекты теплоэнергетики Городу Вот такие вот анимации Значит, эксплуатируя на износ, на полный Как объекты генерации тепла Так и всю сетевую инфраструктуру И подойдя к пределам Вот эта корпорация ТГК-2 от нас ушла Теперь смотрим Значит, что Вот именно из-за этого Из-за прекращения качественного регулирования Прекратились и знакопеременные нагрузки На участках трубопроводов Зафиксированных между Неподвижными опорами тепловых камер И только из-за этого Мы имеем снижение Количества разрывов В отопительный период 2012-2013 года И еще Произошедшее Дополнительное снижение За отопительный период 2013-2014 года А здесь почему? А? А здесь почему? Ну, перестал Как гармонь работать Какие там все Просто стабилизировалась ситуация Ну, как всегда Как говорят Перед катастрофой Все становится стабильным Вот, теперь что мы имеем Еще раз напомню Если бы придерживались Температурного графика Прирост количества разрывов До 1800 Привел бы к катастрофе Но катастрофа Это произошла В щадящих условиях При температуре наружного воздуха Плюс 8 Ну, плюс 8 Да, может, кстати, и плюс 8 Да Ну, вот По всей видимости Это Богородица Которая спасает Россию Да Так бы и сделала Вот, теперь Деятельность людей Которые Ну, а Квалифицировать их деятельность Я позже буду Значит, теперь Что мы имеем Температура В Квартирах Во время При низкой температуре Наружного воздуха Оказалось За пределами Комфортных значений Там Многие у нас на форумах Пишут Ну, плюс 8 Плюс 14 Ставим электронагреватели Платим за электроэнергию Там сюжет у нас По телевидению Проходит Что они выдерживают Проводка Домог Горит Вот Но это пока то Что видят люди Вот Что увидел я В январе 2014 года Как раз Было Минус 20 24 36 36 36 Да Вы там Наверное То есть 36 Я Ну вот Это было Это было При довольно Низкой температуре Я живу В самом центре И мне не спалось Выглянул я в окошко И что увидел Мрак полный У нас Электрическое освещение В центре Горится Всю ночь А тут По-моему Около 12 часов И темнота Полнейшая Просто удивился я На следующий день То же самое Через день То же самое И ровно Ровно до тех пор Пока не произошло Повышение температуры Электрическое освещение У нас В центральной части Города Не работало Значит Почему? Ну все Включали Ну все Очевидно Да Значит Люди Напокупали Да Электронагревателей Вот Врубили их В сеть Вот Где-то Вот На таком Вот Это хорошо Что Городские власти Сообразили Что надо Отключить А вот сейчас Посмотрим Да городские власти У нас вообще ничего Не соображали Ну как Оно же не само Это делают Причем в городские власти Это делает Делают энергетики Ну да То есть Как только Как только Было превышено Потребление Электроэнергии А ну еще Здесь стоит Заметь Значит Электрический Эквивалент Тепловому У нас Твери Район Одной Третьи То есть Полная Пропускная Способность Трансформаторов То есть Электросеть Умрет Если Умрет Теплая Вот Вот это самое Нет А тут будет все наоборот Почему наоборот А потому что Умрет электросеть Сначала Сначала умрет Электросеть Вот это Вот это Вот это вот Самый Самый Неблагоприятный И самый Травмирующий Вариант Развития Событий И скорее всего Это нам Предстоит Пережить А я не знаю Когда То что Это Произойдет Нужна морозная Зима И тогда Сеть Не только Морозная Да Как только Ну и понятно Значит Все эти Электронагреватели Они автоматические Там термостат Стоит Падает Температура Помещения Они включаются Потом они Очень интересные Резонансы Входят Вот То есть Одновременно Сразу Много И Создаются Все условия Для Блокаута Как в Нью-Йорке Как в Чагино Только Зимой При минус Тридцати И допустим Сильном ветре Вот Как только У нас А что делает Значит Почему Выключили У нас Освещение На Электроэнергетической На Объектах Электроэнергетики У нас Диспетчерская На нас Видит За объемом Потребления Электроэнергии И Как только Как только Они Замечают Перегрузку Они Отключают Самые Не Важные Наверное Да Так вот Ну типа Уличного Освещения Типа Уличного Освещения Дальше Они Отключают Ну за Население Последний раз Последнюю очередь Берутся Вернее Там как Там У них Четкая Инструкция Первое Освещение Второе Предприятие Третье Население Четвертое Предприятие Непрерывного Цикла И Опасные Вот Больницы Там Ну да Вот И таким образом Мы уже Первый Итап Первую Фазу Развития Этой Катастрофы Пережили Этой Зимой У нас На пределе Как Теплощети Так И Вся Электроэнергетика Тверского Региона Полностью Вот И По крайней Мере Первое Первое Требование Регламента При Превышении Пропускной Способности Сетей Оно Уже Выполнено Было В январе 2014 Года Ну вот Ну а дальше Надо ждать Развития И Понятно Что ничего Делаться Не будет Причем Почему Ситуация Необратимая У нас В 2000 Опять же В 2013 Году 19 Декабря Состоялись Общественные Слушания По утверждению Проекта Схемы Типоснабжения Твери Твери Вот Я был Единственным Кто Проголосовал Против Это Внесли Потокол И там Я познакомился С легендой Тверской Энергетики Гарри Николаевич Ломакином Такой Бодрый Старик Проводил Я его До Дома На Килах Пешком Мы шли И беседовали Значит Смотрите Че В Советское Время Ну Знает Это Все Досконально Советское Время Максимальный Объем Перекладки Теплосетей Последовать На Каждый Год Сейчас Это Ошибка Смешивания Сейчас Надо Это Ошибка Алчности Вот Так Вот Вот Не ошибка А торыстный Умысел Ну Вот Про Умысел Я сейчас Скажу Так Далее Движим Значит Смотрите Ой Не 23 Верненький Он 26 Вот 26 Км В год У нас Прокладывали Это Максимум На Что Было Способно Наши Теплоэнергетические Предприятия В Твери Советское время Советское время Советское время Да Вот Ну Потом Я Упоминал Там И 1 И 2 И 3 Потом 12 В прошлом году 6 Но Это С привлечением Подрядчиков И так Далее Значит Трубы Проходят Под Поверхностью Дорог Общего Пользования Сейчас Надо Спрессовать Всю эту Ремонтную Кампанию Криот Ну От года До трех Ну До пяти Пускай У нас В Твере 600 километров Причем Это все Сети у нас Такие Вот У нас Протяженность Сетей 600 километров Причем Причем Тоже Интересно Когда я Работал В теплосетях У нас Было 400 километров Теплосетей Это Опять же Стоит Заметить Применить На Кантологии 400 километров Теплосетей 200 километров Не было Откуда Они взялись Это Так Называемые Бесхозные Сети То Сейчас Как То Что Не стоит На Учете То Того Нет То Что Не Зарегистрирован Собственность В органах Государственной Регистрации Того Тоже Нет Но Это Антологическое Утверждение Вот Этого Нет И По Мере Приема И Передачи Бесхозных Сетей В Эксплуатацию Нашим Монополистам Их Объем С 2008 Года До Нынешнего Времени Вырос На Одну Треть Стол 600 Километров Допустим Допустим Вот так Что Я думаю В принципе Произойти Это может В любой День Зимы И С наибольшей Вероятностью В день Морозный И Ветреный Произойти Аварийное Введение Из Эксплуатации А Не Более Пяти Лет Есть На То Чтобы Худо-бедно Удержать Устойчивость Системы Уже Теперь И теплоснабжение И энергоснабжение Твери Не более Пяти Вот 600 Делим На 5 Получается 120 Километров Но тут Отдельный Вопрос Можно ли Найти Такое Огромное Количество Землеройной Техники Самосвалов Гравия Гравия Но что Мне кажется Невозможным По определению Начать Работы По Такие Масштабные Перекладки Почему Эти Трубы И магистральные Разводящие Теплоснабжение Они проходят Под поверхностью Дорог общего Пользования Если начать Такую масштабную Перекладку По 120 Километров В год В городе Надо запрещать Пользование Личным Транспортом Вообще Иначе Ни Продукты Не будут Доставляться В магазины Ни Работа Экстренных Служб Станет Невозможной Пойдут Ли На это Региональные И федеральные Власти Вообще В принципе Запрет На Пользование Личным Транспортом Это Ограничение Гражданских Прав Это Возможно Только При В режиме ЧС Или ЧП Вот Посмотрим На И региональных Наших На их лица И на федеральных За исключением Путина Вот Возьмут ли Они на себя Кто-нибудь Ответственный За то Чтобы Запретить Твери В которой Все хорошо Пользование Личным Автотранспортом Никто Конечно Никто На это Не пойдет То есть Все Так Оно И Пойдет Все Оно Так И Дальше Калутрируйте Конечно Неужели Все 600 Километров Все Проложены Под Магистралями Нет Не все Не все Но зато В ключевых местах Они Именно Под Магистралями У нас У нас Город Просто Встанет Ну да Но эти Ключевых мест Соответственно Не более Я думаю Там Давайте Одна Десятая Вот Где-то Одна Десятая 12 Километров Думайте Что это будет 60 А А А Я не знаю Про бюджеты Я Только Долги Знаю Что Кто Знает Какая Разница Хватит Для решимости Нашим Властителям Нет Ну Этот Вопрос Есть ответ Совершенно Точный Конечно Нет Более того Никто Даже Себе Этот Вопрос Не Поставит Чиновник Никакого Уровня Такой Вопрос Себе Даже Не Поставит Потому Что Это Ломает Его Логику Он Выполняет Распоряжение Начальства А 120 Км Перекладывать В год Это Требует Реальность А не Начальство Поэтому Никакой Чиновник Действовать В этом Направлении Не Будет Это Просто Надо Забыть И Все Начальство Какое Это Зачем У нас Твери На Следующий День После Февральской Революции На Следующий День У нас Твери Зачем Это Нужно Начальство Я Начальство Хочу Сказать На Следующий День После Февральской Революции У нас Твери Не После Октябрьской 17 Года Значит Пришли Губернатору И выкинули Его в окошко И после Чего Убили Ногами Не Прокнули Вот Вот Что Зачем Это Нужно Начальство Успеют Они Убежать Из Твери Не Ставится Вообще Переход На Забавный Принцип Какой Теплосеть Наход Сам Дом Но Теплодогреватель Понятно Понятно Да Электрический Ковалент Тепловому Это Одна Треть Нет Не Электрический А теперь Газовый Ковалент То же Самое Диаметр Увеличивать А какая Расте Перекладывать Все равно Что Небуд Перекладывать Да Надо Газовый Ситис Служит Гораза Дольше Объем Может Меньше Потому Что Я Знаю По Дал Сон Горде Там Все Заменили Всех Все Теплогенераторы В домах Разместили И Чуть Что Температура Меняет В Литве В Литве Латвия И Эстония У них Квартплата Какая 300 баксов 300 баксов Причем Это с 90 По-моему Седьмого года У меня знакомая В Литве Она говорит У нас Однокомнатная Квартира Стоит дороже Чем трехкомнатная Почему Там Люди Просто Трехкомнатная Менялись С доплатой На однокомнатные Особенно Ценились С пищным Отоплением У них Тогда Зарплата Была 200 Долларов А квартплата За Однокомнатная 300 Долларов Вот так Вот Я не помню Такого не было Я про Литву В Литве Именно так Было Естественно Они То есть Они Ввели Сразу Латыши Истанции И Литовцы Они Сразу Ввели Стопроцентную Оплату И Заменились Да И Потребители Заменили Потребители Оплатили Замену У нас Если Чего В каждом Доме Поставили Газовую Постанцию Да При наличии При наличии Достаточного Времени И денег Это делается У нас сейчас Вопрос Большой Это Если У нас Деньги А И Вопрос Еще Больше Если У нас Время Вот Сейчас Я Описываю Ситуацию В Твери На Подходе К Твери Вот Тут Как раз Тут Своим Землякам Можно Успокоить Своих Земляков Так как Тверь Будет Первым Городом С аварийно Выведенным Из эксплуатации Системы Теплоснабжения На Тверь Будут Брошены Все Силы Федерального Центра И Вот Как Нет Тоже Точно Известно Как Крымский Было Сначала Орали Путин Путин А потом Те кто Выжил А погибло Там Сколько 140 Человек Те кто Выжил Получив Компенсации Вот Они Это Мечтают Еще Об одном Таком Потопе Потому что Там Было Очень Щедро Там Просто Деньгами Все Залили Вот И Таким Образом Тверь Будущая Тверь Слингина Из эксплуатации Системы Теплоснабжения Будет После Вмешательства Федерального Центра Будет Выглядеть Как Конфетка Не Будет Просто Деньги Я думаю Квартиз Только Не Найдут Но Все Равно Проблема В том Что Дадут Деньги Один Город Второй А Когда Будет 5-10 Ну Смотрите Воронеж 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 Сейчас Прошлая Отопительность Не В этот 12-13 А 12-13 Да Вот Сейчас В общем Доступе Житель Любого Города Российской Федерации Может Посмотреть Состояние Теплосетей Своего Города Обязала Федеральная Правительство Создать Проекты Схем Теплоснабжения Каждого Города И Выставить Их На Общественное Обсуждение У многих Городов Эти Проекты Схем Очень Хорошие У Твери Самый Плохой Из Всех Что Я Видел Но Обсмотрел Я Очень Много Но У нас Тверь Многим Отличается У нас Думу Пересажали Причем Там Заверятки Причем Взятки Более От 100 Долларов До 4 Тысяч Долларов Так Недорого Мелко Мелко Причем За Водоканал Водоканал Передали И Утвердили За Утверждение Передачи Водоканалов Честные Руки Именно Так У нас 2 Третьи Состава Дума Посадили Это Был Завершаем Единственного Врача Так Да Потому Что Он знает Все Входы И Выходы Вот И Здесь Еще Тверь Отличилась С Проектом Схемы Тепоснабжения Хуже Нету Вообще Ну и Вот Короче Житель Любого Города Российской Федерации Может Посмотреть Текущее Состояние Теплосетей Своего Города Обратившихся К Свободно Распространяемому Документу Проект Схемы Тепоснабжения Города Ну допустим Воронеже Ну и Кургана Иркутска Так вот Воронеже Отопительный сезон 2012-2013 года Количество разрывов Было 600 То есть вот смотрите Сколько Три года Через три года Нас догонят Воронеж Воронеже Города 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 Но Воронеже Очень компактный Город У них Толь 600 Килолетов Теплосетей Те же Самые 600 Километров То есть Они Сейчас Устремятся К Да у них Еще 500 Не учтено Я думаю В Воронеже Не Я думаю Учтено Хуже Чем В Твери У них Та же Не передали Наверное Специфические люди У них В половине Города Холодную Воду Только На 2 Часа Утро На 2 Часа Вечер И они Так Живут Десятилетиями Воронеже Я Сегодня Прочитал В Воронеж Завестен Тем Что Там Самое Большое Количество Памятных Досок Да Но В этом Доме Происходили События Описаны В книге Ну Типа Того Ну И реально Там Люди Жили Тут Андрей Платонов Ну Таким Ворозом Теперь Как Можно Квалифицировать Действия Руководства И владельцев Энергетического Монополиста ТК2 А можно Вопрос Вам Если Вы Подвели Итоги Сказали Что Они Какие Плачевные Я Во-первых Не Вижу Там Ничего Плачевного То Это Особенности Вашей Обтики Просто Ну То есть Реально Можно Принять Простые Управленческие Решения И процесс Пойдет Первое Вы значит Многократно Говорили Что Все Дело В этих Компенсаторах Спрашиваются Задачники Почему Не отремонтировать Первую Голову Эти Компенсаторы Первый Вопрос А второй Вопрос Я тоже Занимался Теплотехниками В районе Восьми лет А почему На генерирующей Мощности Там Она Одна И две У вас Станции Еще Не добавить Регулировку По температуре Теплоносителя Не только По давлению Ну или Еще По давлению Добавить То есть Поставить Еще Несколько Турбин Или Насос Увеличивать Давление То есть Вот Такие Два Ну понятно Перейти с Качественного Регулирования Количества Ну Комбинированный Способ Ну По крайней мере Принято Решение Вот такое Теперь Как я его Квалифицироваю Если До Двенадцатого Аварийное Выведение Из эксплуатации Система Теплоснабжения Почему Она у нас Единая И обслуживает 80% У нас Особенность Твери Это Система Сверхсложная И сверхцентрализованная Вот Сравнимых С Твери Ну Москва По сложности И централизации У нас Все Источники Работают На единую Сеть Вот Поэтому Аварийное Выведение Из эксплуатации Возможно Только В целом Ну По крайней мере Как В лучшем Случае У нас Правый берег Волги Где живет Две трети Населения Останется Без тепла В худшем Случае И левый И правый Берег И это Составит 80% Жилых Зданий Города Твери И теперь Значит Во случае Если бы Аварийное Выведение Из эксплуатации Состоялось Вот При Проектном Режиме Работы Системы Техполагрения То есть При соблюдении Температурного Графика То это Произошло При Очень благоприятных Ну Относительно Благоприятных Не травмирующих По крайней мере Условиях При Высокой Дормальной Температуре Наружного Возуга Сейчас Это Произойдет При Минус 30 И Сильном Ветре Время На Принятие Решения Об Вообще Любого Эвакуации Как Начать Греть Людей Оно Будет 4 6 8 Часов Я Не знаю Сколько Но Явно Не двое Суток Вот И Если Это Произошло При Вот Таком Графике Ну Жертв Удалось Избежать Гарантированно То При Вот Таком Совершенно Случайно Он будет Черным Цветом У нас Да Красив Кстати Далеко Вы вообще Такой Крест Получился Там Поставили Крест Да Пояснить Если Не все Поняли Что Просто Температура Удержит Которая Будет Удержаться В Домах Сократилась С двух Суток До Суток До И До Меньше Меньше За счет Температура Гораздо Меньше Хрущевки Вообще Несмотря На то Что Снип У нас Такие Вот Строгие Хрущевки При Минус Тридцати За Четыре Часа Вымерзают За Четыре Часа Вот А если Сильный Ветер Это Все Это Кирдык Вообще То У нас Ну По Крайней На Двенадцатый Час Двенадцатый Двадцатый Час После Аварийного Введения Из эксплуатации А Тут Самое Главное То Я не Сказал Вот То То Как Это Произойдет Значит Диспетчерская Принято Сначала Решение Оба Отключение Уличного Освещения Потом Предприятий Потом Население Вот И Дальше Уже Сами Теплоэнергетические Объекты Будут Отрублены От Подачи Электроэнергии Остановят Сиркуляционные Насосы Попросту Почему Они будут Отрублены Ну Автоматика Сработает Почему Почему Восточные Побережья США И Канады Других потребителей Больше не осталось Почему Эти Отключатся Что Вы говорите Ну Включить Потом Не Вот Ну Посмотрим Все Всем Это Это Смогут Наблюдать Вот Ближайшие Зимы И Кстати Да Если Есть Электроэнергетики Ну Вот Хотелось Бо Услышать Квалифицированный Квалифицированный Развернутый Развернутый Обоснование При Вот Туда Вот Таких Вот Вводных Как Это Будет Происходить Там Сам Это Опасно Не То Что Они Будут Последовательно А То Что Отопительные Приборы Сейчас Все Автоматические Электрические Электронагревательные И Они Войдут В резонанс И Врубятся Одновременно И Отрубятся Можно И Решение Будет Уже Приниматься Не Диспетчерской А Автоматикой Защиты На 500 Киловольтом Кабеле Ну Вот То Как Это Все Веерные Отключения Происходят Блэкауты Это Уже Человек Там В диспетчерской Ничего Уже Сделать Не Может Уже Срабатывает Просто Автоматика Защиты Какого Нибудь Кольца Нашего Фидера 100 Киловольт Ну Отрубит Город От него И Все Кирдык Да Подождите Посмотрите На город Подается Напряжение Аварии По напряжении Потоку Не Наступило Ветер Дует Мороз Так Далее Напруга Подается На Электростанции В электродиспетчерской Смотры Значит Возрастает Потребление В жилом фонде Они Сначала Вырубают Освещение Вы сказали Отрубили Живой фон Но это уже Произошло В жилом фонде За счет того Что нет Электро Обогрева Идет еще Более усиленное Понижение Температуры Да То есть идет Как бы Большая нагрузка На теплосеть Нет Но нагрузки Больше на теплосеть Электросеть Это ничего Больше не происходит Электросеть Это в том случае Когда решение Об отключении Принимается Диспетчерская Еще раз Вам говорю Повторю Так в любой Автоматике Сети Еще и диспетчер Ну с какой радости Сама автоматика Сама автоматика Принимает решение По моему диспетчера Если очень быстро Идет прирост Если происходит Быстрый прирост Но я с энергетиками По крайней мере говорил В меру своего понимания Вернее В меру понимания Их аргументов Причем серьезными энергетиками И вот я В меру понимания Их аргументов Докладываю вам что ситуация аварийного отключения всей электроэнергетики города твери возможно вот и все теперь турбины которые установлены дать я продолжу турбины которые установлен остается они по крайней мере 2 мегаватта они могут выдавать но турбогенераторы 2 мегаватта они могли бы в принципе выдавать напряжение на двигателе этих насосов циркуляционных которые осуществляют перекачку теплоносителя в нашей теплосистеме но так как эти насосы там они от 140 киловатт двигателя но видел их такие здоровые мы по моему больше там есть пределы регулирования турбины ну как эта теория регулирования она не на генераторе можно от 15 процентов регулировать до 100 по моему 20 процентов мощности то есть он 2 мегаватта можно ему выдавать 2 и 4 или нижний предел 0 3 мегаватта ну вот у них просто свои собственные источники электроэнергии на т.с. они окажутся за пределами функционирования регуляторов вот еще она будет автоматикой отрублена но ты у нас все и у нас все и мы останемся без циркуляции это первый вариант самый плохой если это посудят наши городские власти энергетики поставить на циркуляционные насосы вернее сетевые насосы наши системы теплоснабжения поставить до резервные генераторы но как показывает практика даже японии они как правило никогда не заводится если это очень надо по крайней мере на фукусиме их все смывая ну и здесь что-нибудь свое будет эти резервы которые не травм не работают годами но ты как правило никогда не введешь ну и далее если все это если энергосистема города выдержит то дальше мы уже начать стартуем вот с этого места вот и стремимся к количеству разрывов 1800 если здесь в принципе достигалось в 2010 2013 достигалось уже утроение то есть 1800 в том случае если то есть нам надо значит 17 18 до 16 и 17 18 до если не будут прокладывать вот по 120 километров минимум год что невозможно вы так и не ответили зачем прокладывать почему эти компенсаторы ты не отремонтировал что это дороже что ли это не здоровье это дешевле и заторно все поменять ну что сколько их там но это способность дорог то вам это вот дорога какая разница что у канала вот такую вы роли или ему локального здесь вот вы роли единственное времени меньше на это все равно она на какое-то время у нас ну хотя и да вот пожалуйста предложите нашим управленцем этот вариант вот я как инженер увидел вот это решение вот вы его сами называли ну все правильно я правильно все правильно ну вот почему это энергетический монополистами канал не сделал причем значит решение о отмене этого качественного регулирования принималась людьми квалифицированными делалось это сознательно с из полным полностью они отдавали себе отчет впоследствии вот иначе как это это назвать как умысел умысел на осуществление геноцида русского народа не те слова это просто сохранение какое самосохранение подонков они чётко совершенно знали последствия откуда они откуда не убегали они поле они поле как на какое-то время продержаться теперь они все это отдают городу снимают себя полностью ответственно я не знаю я бы не хотел например чтобы об этом было забыто но забудет забудет почему люди люди осуществляли в этом империи как все забудут какое отношение к подлощу умышленное действие а это его конец получение начинался мне научился с руками начинался не давайте как будто это дело совсем сюда доклада какое отношение подлочью иметь давайте сделаем давайте перерыв сделаем уже час 20 потому что вот это может быть интересная техническая часть это вернее я надеюсь что это будет интересно в том числе и органам федеральной власти и региональной власти и да и прокуратуре и и жителям твери и кроме того еще еще и минуту и на что делает у нас просто состав думая или позапрошлое пересаживались что делает нынешний что делает нынешний состав нашей городской думы и значит вот как раз о передаче объектов теплоэнергетики собственность города так вот преддверии передачи в мае 14 года проведено обследование тверских энергоактивов рабочей группой в ее состав входили представители всех заинтересованных сторон ооо тгк и уаоо тверская генерация департамента жкх и жилищной политики администрации города твери департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации город твери а также заместитель горного инженера ооо ткс а по обследованию установлены двоеточие первое имущество находится надлежащим рабоспособным состоянием второе графики ремонта выполняются третье все необходимые экспертизы промышленной безопасности пройдены невыполненных требований ростехназора не имеется на вот и значит имущество готова к предстоящему отопительному сезону все город находится в предкатастрофическом состоянии он рискует нет какой-то ближайший отопительный сезон превратится сначала склад охлажденного человеческого мяса но спустя какое-то время склад замороженного человеческого мяса